Когда Эдвард Сноуден впервые рассказал, что власти США собирают сведения обо всех телефонных разговорах американцев без разбора, президент Барак Обама выступил в защиту программы слежки. Он заявил, что десятки террористических угроз были предотвращены благодаря Агентству национальной безопасности. Директор АНБ генерал Кит Александр утверждал, что благодаря сбору методанных после событий 11 сентября удалось предотвратить 54 инцидента, имеющих прямое отношение к терроризму. Но к досаде Вашингтона новое исследование, проведенное Федеральным некоммерческим фондом Нью-Америка, показывает, что эти цифры слегка преувеличены. Были проанализированы 225 судебных процессов, связанных с терроризмом, которые проходили в США после терактов 11 сентября. И оказалось, что лишь в одном случае доказательства были получены благодаря программе АНБ. А подавляющее большинство данных, собранных агентством, не оказали значительной помощи в предотвращении терактов. Также было установлено, что после терактов 11 сентября в большинстве процессов, связанных с терроризмом, правоохранительные органы добывали информацию и доказательства традиционными следственными методами. Тем временем, 17 января президент Обама намерен обратиться к американцам с речью, в которой выскажет свои предложения по изменению характера деятельности спецслужб и контроля над ними. Однако эксперт в области геополитики Эрик Драйцер сомневается, что заявления президента приведут к серьезным переменам. Дело в том, что в эту масштабную структуру десятки лет вкладываются миллиарды долларов. И что бы Обама ни говорил, какой бы риторикой ни прикрывался, эта система никуда не денется. Программа слежения не будет свернута полностью, ведь мы знаем, что она уже везде. В оборудовании, в программах, на серверах и в кабелях. Повторюсь, они создали целую систему. Так что разговоры Обамы о ее сворачивании – это лишь политические заявления на публику. А в декабре назначенная президентом рабочая группа подтвердила, что антитеррористических программ АНБ недостаточно для предотвращения терактов. Марина Портная, РТ, Нью-Йорк.